Всем привет! Вы на канале Скорость F1. Сегодня мы будем прогнозировать результаты пилотов на 2020 год. Ну что, погнали! Виллимс. Когда же они прекратят нас разочаровывать? Вот уже второй год подряд они показывали никакие результаты. Надеемся, что в этом сезоне что-то изменится. Но что уж изменилось, то, наверное, карман. Потому что зарплата одного из пилотов. Потому что Латифи не надо платить. Николас Латифи. А он им сам платит, потому что он является обычным рентом-драйвером. Джордж Расс, у него на 2019 год была одна задача. Единственная и главная. Просто разорвать Роберта Кубицу. Что он и сделал в коллекционном зачете? В коллекционном сражении. Он выигрывал 21-0. В сухую. За что ему респект. И в этом сражении я даю свое предупреждение именно Джорджу Расслу. Идем дальше. Хаси. Команда, которая лично, по моему мнению, может бороться за 5-е место в Кубке конструкторов. А что же мы увидели? 9-е место. Это ничто. Никто бы, наверное, особо не стал возмущаться прям сильно, если бы там оказалась та же Альфа Ромео. Или, допустим, та же Тора Росса на тот момент, сейчас нынешний Альф Тори. Ну, Хаси, два пилота. Один дерзкий, Кевин Магнусон. Другой Роман Грожан. Опытный. И он должен был выполнять такую функцию, как Ким Ракен в Альфа Ромео. Стабильно привозить очки. Да, пусть по одному баллу, по два, но он их приносил бы в копилку. А этого мы от него не увидели. Кевин Магнусон что-то делал там, да. Что-то там кричал по радио. Машина плохая. Столкновение. Ну, ничего это толком не пронесло. 9-е место в Кубке конструкторов. Да и плюс у них дружбы нет. Так что, сейчас у Хаса проблемы. Но я дал бы, я кажется, тут свое предпочтение Кевину Магнусону. Идем дальше. Альфа Ромео. В целом, я бы не сказал, что 2019 год прошел для них как-то плохо. Ким Райкен стабильно приносил очки. Чего же в первую часть сезона не было видно от Антонио Жиганадс. Вторую часть сезона Даун поднабрал. Чего, что говорить, если вы на Гран-при Бразилии не заработали. Они приехали четвертый и пятый. Шаги от подиума. Антонио Джиминацио, в принципе, должен быть благодарен команде, что они дали ему еще один шанс. Потому что, ну, пока что он слабо, так сказать, тянет на F1. И тут свое предпочтение дает Ким Райкен. Потому что для него, я уверен, последний сезон, и он закончит его на хорошую ночь. Давайте продолжим. Рейсинг Пойнт. Чтобы остаться в Формуле 1. Для того, чтобы сохранить свое место в команде, то у Ланса, это, как бы, все равно. Чего-ка Перес. Он показывает неплохие результаты. Заезжает на подиумы. Да, это не так часто. До 19-го года у него не было подиумов. Но мы знаем, что он показывает хорошие результаты. Как бы он не нравился многим русским фанатам. Например, с эпизода с Сироткиным на Грам-пре Сингапура. Почему-то все его считают психом. Хотя я так вообще не считаю. Ну и тут свое предпочтение я даю Чико Пересу. Или Серхо Пересу. Завайте, как он мне думает. Идем дальше. Альфа Таури. Нас порадовала эта команда. Тора Рос на тот момент, повторив свой рекордный результат, заняв шестое место в Кубке Конструкторов. В первой части помогал Албан. Во второй части Гасли. В подиуме на Грам-при Бразилии. Ну и Квят в первой части сезона, как бы, выиграл подиум, занял третье место на Грам-при Германии. И тут мне очень сложно, реально. Отдать кому-то свое предпочтение. Но я отдаю его именно Даниилу Квяту. Потому что Грам-пилот, он хороший. И еще-таки в первой части сезона стабильно прорезает очки. Да, во второй был небольшой спад. Ну и все же. Потому что болид сделан под Рэдбул 2000. Где-то 100 года. А мы видели, как, мягко говоря, слабо на него выступал Пьер Гасли. Тогда я даю свое предпочтение, как я уже сказал. Даниил Квят. Идем дальше. Ромео. Занявший пятое место в Кубке конструкторов, я бы не сказал, что для них... Да, это неплохой результат. В целом. Но для них, я считаю, это было не очень плохой. Потому что у них не было стабильности. Обычной стабильности. А стабильность, это в целом самое важное в Формуле 1. Да, у них хороший пилот, блин. Ника Хюлькенберг и Даниэль Рикьярдо. Сейчас у них тоже неплохая пара пилотов. Это Даниэль Рикьярдо тот же и Эстебано Кон. Но все-таки, пока у них не будет стабильность у самой команды, у их болидов, от них улучшения ожидать не стоит. Но тут я отдам, что предпочтение Даниэль Рикьярдо. Потому что он все-таки уже не первый год в F1. Для Эстебано это будет второй сезон в Формуле 1. Ну и тут Даниэль Рикьярдо, как по мне. Да, будет сражение между ними, но тут победит именно он. Идем дальше. Макларен. Самый позитивный. И для меня это самый лучший пара пилотов в состав команды. В 2019 году был. И в 2020 также. Потому что хорошенько занял третье место, шестое место в личном зачете. Ландо Норрис, самый молодой и самый талантливый. Ну, один из самых талантливых пилотов в Формуле 1. Как по мне, не надо менять Макларену состав на 2021 год. Да, хоть слышь то, что, например, там может перейти Себастьян Фетер, но это ничего не подтверждено. То, что может... А Фернандо Аланц вернулся. Но, как по мне, не надо ничего менять. На гран-при в Бразилии подиум Карл Санеца, как я уже сказал, 20-го места. Да, это хорошо. Но тут я дам свое предпочтение. Многие со мной будут спорить, сомневаться в этом. Но я даю свое предпочтение именно Ландо Норрису. Потому что квалификационно сейчас был 11-10, ее пользуют. А так, посмотрим. Рэдболлы. Главная их проблема в целом команды, то, что у них один пилот приносит очки. То, что в первой части сезона Гасли, одним словом, плохо. Во второй Алик Салбан. Ну, слабовато. Ну, в целом, получше, я бы сказал, чем у Гасли. Ну, и Макс Ферстаппин. За свой язык. Сколько раз он уже наказывался. Что, если вспомнить гран-при Мексики. Да, ну, в целом, Макс Ферстаппин, лично для меня, он станет чемпионом мира в Формуле 1. Ну, как точно не один раз. Он талантливый. Но почему-то у него язык без костей. Тут я даю свое предпочтение, как все уже поняли, Максу Ферстаппину. Но мне хочется, чтобы у Албана все сложилось в Рэдболле. Несмотря на то, что это место может достаться, например, квяту. Алекс Албан позитивный. И он может показывать хорошие результаты. Только надо собраться сразу же на гран-при Австралии и желательно завоевать подиум. Иначе потом пойдет отсчет. Уже с гран-при Махрейна. Ну, и, как я сказала, отдаю свое предпочтение Максу Ферстаппину. Идем дальше. Да. У этих ребят толкового результата-то никакого нет. А что будет, если они начнут бороться за победу в личном зачете? Ох, то будет похлеще Льюиса Хамильтона и Ника Росберга. Сколько раз они уже сталкивались на трассе? Что если вспомнить Бразилию, где сход на последних кругах? Тут я даю свое предпочтение Шарли Клеру. Потому что Себастьян Фетер, я думал, придет молодой, амбициозный Шарли Клер и он поедет, как он ездил. В 10, 11, 12 и 13. Он показывал, вот тогда стал чемпионом мира. И я думала, сейчас будет показывать такие результаты, что он, глядишь, до победы в Формуле 11 стать чемпионом. Не за горами. Но все стало еще гораздо хуже. И тут я даю свое предпочтение Шарли Клеру. Идем дальше. Мерседес. Боттес 2.0. На 5 гран-при. Боттес 3.0. Посмотрим на что. Ну не хватит, ребятушки, его на весь сезон. Хамильтон станет 7-кратным чемпионом мира. Это прописано в самой Формуле 1. В святом правиле Формулы 1 на 2020 год. То, что Льюис Хамильтон станет чемпионом мира. И никто с ним не будет. Даже соперничество такового по сезону. Ну да, может на каком-то гран-при будет борьба. Допустим, Макс Ферстаппин и Льюис Хамильтон. Да, может Боттес там, ну, 6 гран-при там будет пытаться что-то показывать. Ну, хороший результат. Победа, отбирать очки у Хамильтона. Ну, мы видели, когда ситуацию. Хамильтон сходит. Ну, не получается, не сошел. Он тогда в Германии, но не получается. Он тогда завел 2 очка в Германии. Вот, отбери очки у своего напарника и борись за чемпионство. Продолжай бороться. Вальтери просто разбил свой болид. Тут я даю предпущение Льюис Хамильтон. И хочу сказать, что Льюис Хамильтон станет чемпионом мира. Как я это уже и сказал. Да. Вот так вот мои прогнозы. И давайте пробежимся. В Мерседесе победителем, по моему мнению, опять же, станет Льюис Хамильтон. В Феррари Леклер, в Рэдбулле Макс Ферстаппин, в Макларене Ландо Норрис, в Рено Рикьярдо, в Альфа Таури Твиад, в Рейсинг-Пойнте Чека Перес, в Альфа Ромео Кимми Райканен, в Хасе Кевин Магнусон и в Вильямсе Джордж Рассел. Вот такие мои прогнозы на сезон F1 2020. Что касается пилотов. Также, если под этим видео наберется 10 лайков, то я сделаю еще прогнозы до команды. Потому что сегодня 14 марта. Выпуск ролик выйдет 14 марта. Открытие сезона... Ой, сегодня 12 марта. Извиняюсь. Открытие сезона, как произойдет, 13 числа. Ну, мы... Это только еще будет свободная практика. Я успею выпустить еще один ролик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.